ребят всем привет вот наконец-то мы ашвардовались два часа назад в порту торнеузен это у нас голландия с утра только начнется погрузка вахта пол второго ночи вот есть время поговорить и хочу немножко вам показать все таки наше место расположения в первую очередь да посмотрите насколько здесь именно развита вот портовая система вот это все синие до стрелки каждая стрелка это судно направление до его курса показывает соответственно в область со слов конечно же все ашвартованы стоят вот идет граница у нас здесь у нас значит идет бельгия здесь уже у нас голландия соответственно мы стоим недалеко от границы голландии следующий у нас переход был четыре с половиной часа брюги уже бельгия соответственно такой большой порт здесь очень много различных грузов которые приходят в эти в антверпен в ген да брюги тот же торнеузен вот и поэтому должна быть система по охране да и судов и соответственно самого порта вот и есть такой международный кодекс он называется аспс по русски в русской аббревиатуре это будет оспс охрана это значит международный кодекс по охране судов и портовых средств кто будет работать на соответственно российском флоте то будет видеть книжку первую на русскими буквами у нас аспс код соответственно он соблюдается уже достаточно давно принят он был еще в далеком 2002 году 12 декабря после теракта естественно да в америке как ни странно вот кто-то ходит и и решили все-таки обезопасить и порты и суда и вот придумали вот такую международную международный кодекс ввели его полностью уже в 2004 году тем не менее он принят был уже 12 декабря 2002 и как это выглядит могу вам визуально показать да вот одна из его составляющих то есть по этим в принципе знаков вы можете уже понять что здесь можно делать что нельзя вот какие меры предпринимаются соответственно это в порту да у нас на судне также есть определенные правила не буду это все описывать многие кто уже в море ходил даже там кадетом он же знает что есть security level и до уровня безопасности есть 1 есть 2 из 3 основные которые мы разбираем каждый месяц там на тревога капитан их правило проводит вот соответственно первый уровень безопасности самый простой то есть все хорошо никаких проблем особых нет то есть соблюдаются элементарные правила так скажем предостережения тоже ну каких-то вероятных проблем которые могут возникнуть да именно с берега соответственно кто-то приходит соответственно нужно проверять людей любом случае как бы какая бы страна развита не была то есть всякое бывает поэтому соответственно если в порту возникает угроза ну или в стране даже да и возникает когда угроза терактов соответственно сразу же вводится уровень 2 вот даже в норвегии кстати говоря несколько лет назад на уровне 2 были хотя для норвегии это очень большая редкость вот тем не менее было это вот африканских портах там да и в сомали там стабильно там второй третий уровень к этому как бы уже привыкаешь и следуешь именно из пересуда третий уровень идет это уже когда война соответственно вообще блин все доступ полностью закрыт на судно но и много много очень моментов там как бы которые нужно выполнять поэтому большая книжка которую можно почитать достаточно интересно так вкратце вам рассказал кто не в курсе дальше такое спец а вообще до принятия этого кодекса была вообще лафа ну если можно сказать что ну так лафа для моряков это было круто да они приходили там допустим какие-то порты в такие веселые то есть был свободный доступ там кому надо женщин кому надо там не знаю там наркотики и так далее вот они спокойно могли просто даже никуда не ходить город все можно было получить на причале не рассказывали как в бразильском порту приходили там девчонки в ряд стояли там чуть ли не 50 штук и моряки в общем выбирали себе себе жен на неделю а то и на две я конечно сейчас раскрываю такой секрет но по крайней мере такие истории я слышал и не раз соответственно после спеца это уже все прекратилось а вот в бразилии я уже был после этого в курсе там ничего уже давно такого нету даже не знаю там в африках тоже все это работает система она международная в каждой стороне в каждом порту мы в принципе я вам сейчас покажу да вокруг обзор представляете да вот наше судно оно в принципе небольшое 113 метров вот стоим и вот у причала и насколько все-таки большой масштаб именно работ порт работ в этом порту я даже вот в этом небольшом квадрате мы видим просто огромные ангары что-то строится вот кран здоровый стоит тоже да погрузочный но здесь у нас причал навалочный груз в основном мы видим да это все элеватор идет покуда груз едет соответственно в ангарах скорее всего это хранение его происходит тоже вот в общем очень очень развитый порт к сожалению до города очень далеко но тем не менее есть возможность выехать в сименс клаб принесли нам тоже номер телефона доставили также можно вызвать такси соответственно причалом как мы видим на причал выходить нельзя поэтому только на такси за свой счет пожалуйста выезжай в город в принципе на сегодня и хватит наверное я думаю рассказов все всем пока